Ученица 10 класса 16-й Самарской школы Анастасии Пестова на антинаркотическом уроке впервые. Про вредность наркотических веществ ей известно. Однако, какое наказание ждет человека, если он принимает запрещенные вещества и занимается их распространением, девушка не знает. Я особо никогда не интересовалась этой темой вплотную, а сегодня рассказали много нового, касаемо закона. Что любое действие, связанное с наркотиками, очень сильно карается и оставляет нано-репутации. С учениками 16-й школы полицейские провели беседу впервые в рамках ежегодной всероссийской оперативно-профилактической акции «Дети России-2021». Сотрудник из отдела по наркоконтролю и инспектор по делам несовершеннолетних рассказали о последствиях, которые ждут человека за распространение и употребление наркотиков. Дети слушают, дети участвуют. Они у нас молодцы, да, действительно. И вопросы задают, и знают, как выглядят наркоманы, знают, какая ответственность. То есть молодцы, грамотные детишки. За сбыт наркотиков несовершеннолетними предусмотрена ответственность с 16 лет. Если противоправные действия совершает человек до 16 лет, то отвечать за него будут родители. Ребенка поставят на учет, а его законных представителей могут осудить на срок от 4 до 8 лет. Было показано зло, с которым надо бороться. Вооружен, значит, защищен. Поэтому данную работу будем обязательно продолжать. Она имеет свой результат. И спасибо тем специалистам, которые нашли время и пришли к нам сегодня в школу. Сотрудники полиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подозрительных лицах и точках сбыта наркотических веществ по телефону горячей линии Главного управления МВД России по Самарской области. Гульфия Сафина, Никита Колосов, Григорий Пешаков. События.